Меня зовут Александр Хайрулин и я очень рада вас всех поприветствовать искренне. Всем пожелаю хорошего времяпрепровождения в нашей компании. Это программа «Лучшая в стране», вы уже знаете, здесь как всегда появляются действительно лучшие люди нашей страны. И, безусловно, к таким относится и наш сегодняшний гость. Рада вам представить с огромным удовольствием у нас сегодня в гостях основатель квантовой лаборатории, а также преподаватель образовательного центра «Сити-класс». И вообще очень умнейший человек. Еще о других его интересах и областях разных мы поговорим. Пока же хочу, чтобы вы посмотрели и поаплодировали. Владимир Павлов у нас сегодня. Здравствуйте, Владимир. Добрый день, спасибо. Добрый день. Спасибо огромное. Мы вам очень рады, потому что тема невероятно серьезная и интересная тема, которую мы можем с вами сейчас затронуть и затронем с огромным удовольствием. Ну, наверное, давайте начнем сразу с вашего главного дела, квантовая лаборатория. Расскажите нам, пожалуйста, чем она занимается, что это вообще такое, как давно вы основали ее? Ну, собственно, лаборатория создана не так давно и занимается исследованием на стыке таких ультрасовременных научных дисциплин, как квантовая механика, астрофизика, биохимия и, конечно же, нейробиология. И исследования эти продолжаются, в общем, да, все в порядке, там действует лаборатория. Да, и открываются те или иные интересные вещи, особенно на стыке этих современных научных дисциплин и достаточно древних тех или иных доктрин теологических. Ваши мастер-классы, которые вот в том числе проходят и в образовательном центре «Сити-класс», носят название «Договор с самой судьбой». И здесь вот в описании этого мастер-класса очень любопытная информация про квантовую физику и об отношении людей к судьбе, и об отношении разных народов древних к судьбе. Ну, расскажите вы, пожалуйста, вот вам за три часа, что удается дать тем, кто приходит на мастер-класс, и зачем люди приходят на этот мастер-класс? Ну, на самом деле, на тех мастер-классах, которые мы проводим, мы обсуждаем всего три аспекта, поскольку на сегодняшний день другими пока не обладаем. Три аспекта – это отношения, финансы и тонус. Все, больше никаких компетенций у нас нет, мы ими не владеем. А вот эти три, да, изучаем достаточно глубоко. И трехчасовой мастер-класс посвящен в большей степени нарабатыванию тех практик, которые помогают человеку именно договориться с судьбой, поскольку самое страшное, что может сделать человек, это попытаться сломать судьбу. То есть вы все-таки подтверждаете, что каждый человек кузнец своего счастья. Да, конечно. И судьбы своей. С судьбой можно договориться, и с судьбой нужно договариваться. И показав ей свое отношение, свою любовь. А, ну вот именно договариваться, то есть здесь речь о том, что ты заставишь судьбу, переломишь ее, не идет. Да, потому что, да, сломать судьбу об коленку практически невозможно, потому что это такая махина, это такие огромные маховики в глубинах мироздания, что если с ними поссориться, то этого не пожелаешь даже врагу. Ну, вы же, когда рассказываете людям о судьбе, вы, я так понимаю, не опираетесь на религию, не опираетесь на, я не знаю, какие-то эзотерические такие истории. Вы идете целиком от науки? В основе моего изложения как раз лежат, в первую очередь, научные факты, интереснейшие, математические, физические, статистические. Но при этом мы касаемся и тех, так называемых, червоточин, которых нор, которые обнаруживает современная наука на стыке с древнейшими теологическими доктринами, как раз таки. Поскольку, если раньше говорили, что пути Господни неиспроведимы, то сегодня физики всего мира знают, что пути Господни подробно изложены в учебниках по квантовой механике. Удивительно. Ну, может быть, какой-то пример сможем привести, если есть такая возможность? Ну, примеры это, скажем так, те же в свое время древние источники рассказывали о создании в космосе тех или иных Вселенных. Причем десятки тысяч лет назад уже в документах, в первоисточниках была информация о том, как одни Вселенные уходят, полностью распадаются на молекулы, и потом атомы, и еще более мелкие частицы. И что эти, можно так выразиться, сельскохозяйственные теории, уходят под пар, а другие Вселенные создаются, запускаются тут же рядом с этими отдыхающими Вселенными. Создаются новые. И на сегодняшний день астрофизика полностью это подтвердила, что да, действительно, согласно М-теории и теории суперструн, так оно и происходит. То есть космос состоит из череды Вселенных, одни из которых только что распались и находятся в таком формате отдыха под паром, если можно так выразиться, а другие. И запускается процесс сингулярности, большой взрыв из очень маленького объема колоссальной плотности и массы. Начинают развиваться галактики, созвездия, звезды, планеты. Собственно, на них уже появляется биологическая жизнь. И сейчас уже доказано, что мы с вами состоим из материала, из которого раньше состояли звезды. Я думаю, что, несмотря на то, что это все очень интересно, но люди, которые идут на ваши мастер-классы, они, конечно, не из-за этой информации. Безусловно, каждый из нас идет и хочет о своей судьбе, что-то изменить в своей судьбе, как-то научиться договориться с ней. Ваши советы или хотя бы одну из практик? Потому что сейчас пока это такой большой-большой вопрос. Мы уже поняли, да, что какие-то практики там используются. Ну, хотя бы один пример. Ну, как говорят исследователи, когда человек рождается, то к шагрениевой коже его благой судьбы приходят две энергетические сущности. Его душа и его эго. Душа говорит, хочу счастье, любовь, радость. Я беру половину благой судьбы. Эго говорит, а мне-то, пожалуйста, квартирку, дачку, машинку. Забирает вторую половину. И к середине жизни у человека заканчивается, естественно, шагрениевой коже благой судьбы. И как бы уже нет возможности развиваться дальше в этих направлениях. Наступает так называемый кризис среднего возраста. Наступает, да, у многих, у всех. И тут человеку надо понимать, что не надо отчаиваться, а надо как можно раньше начинать нарабатывать новые заслуги. Друзья, вот как это делать? И что это такое вообще нарабатывать новые заслуги? Мы с вами узнаем после того, как послушаем, посмотрим Людмилу Соколова. Оставайтесь с нами. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Павлов. А мы узнаем, как же может договориться с нашей судьбой. Мастер-класс Владимир вы можете посещать в образовательном центре «Сити-класса». Надо сказать, что вы можете, Владимир, наблюдать на телеканалах, когда он выступает в качестве эксперта. Знаете, когда какие-то там загадки человечества разгадывают, загадки судьбы и так далее и тому подобное. У вас в данный момент есть уникальная возможность послушать и подчеркнуть что-то для себя интересное, полезное в этой сфере области, если вам интересно, конечно. Владимир, перед тем, как уйти на небольшой перерыв, мы с вами говорили о том, что когда наступает у человека кризис среднего возраста, как никогда необходимо и архиважно заняться срочным нарабатыванием заслуг. Вот давайте, что же это такое, объясним и расскажем. В идеале этим, конечно, лучше заниматься даже заранее. С детства. Правильно, конечно. По крайней мере, обучать детишек тому, что... Нести ответственность за каждый поступок. Да, еще есть благая судьба, но уже надо нарабатывать заслуги, которые пригодятся, когда к середине жизни закончатся шагриневые кожи благой судьбы и понадобятся новые заслуги. Но даже попав в кризис среднего возраста, можно и нужно начинать нарабатывать заслуги. Которые позволят получить еще дополнительные необходимые объемы благой судьбы. И в первую очередь 90% людей нужно немедленно, срочно менять главную цель жизни. Потому что когда нам говорят, что у каждого своя главная цель жизни, у каждого своя правда, нас обманывают. А какая же главная задача каждого? Правда всегда одна. И критерий истины всегда один — это любовь. И главная цель жизни у всех абсолютно одинаковая. Более того, как только человек неправильно вместо настоящей главной цели, которая у всех одинаковая, ставит любую другую... Ну, например, да, работу или там... Любая другая, как бы она красиво, благостно ни звучала, он ее начинает... Зарабатывали денег и так далее. Да, то, что называется сливать. Он ее ставит под удар. Потому что главной целью правильной жизни человека может быть только любовь к мирозданию. Или, как скажут люди науки, любовь к сверхсознанию мироздания. А люди верующие скажут, естественно, это любовь к Всевышнему. К Творцу, Создателю и так далее. Вот. И когда человек выстраивает именно такую главную цель, то она начинает... Влечет за собой как следствие выстраивание всего остального. То есть она уже автоматически нормализует всю его жизнь. И тонусы, и отношения, и финансы. То есть абсолютно все. А также уже после решения вот этого главного вопроса есть пять направлений, основные несколько направлений в нарабатывании заслуг. Ну, первое, это, естественно, добро. Добрые дела, Творец. Да, дела. Помогать, не отказывать. Так слова, да. Мысли и чувства. Даже чувства. Даже когда вы про себя, про кого-то подумали не очень хорошо, то в этот момент вы автоматически... И даже если кто-то это действительно не слышал, а это вы делали про себя, то кто надо, то слышал. Да, да, да. Тот человек, про которого вы подумали не очень хорошо, вы тут же часть своей благой судьбы ему отдали. Вы ее тут же потеряли. А вот от него тут же забрали часть его неблагой судьбы. Потому что у нас все равно есть и благая судьба, и неблагая. В том или ином соотношении в каждом человеке. И вы тут же получили, скажем так, тот негатив, который его, собственно, и не планировали. А вот от себя часть позитива уже потеряли, подавили этому человеку. Поэтому и получается, что высшая форма эгоизма оказывается альтруизм. Потому что если мы действительно думаем о своей судьбе, то стоит вести себя именно так. Второе направление, это, как парадоксально бы это показалось, понимание того, что мы здесь не только для удовольствия. Мы здесь для служения. И когда мы начинаем свою работу воспринимать уже не как повинность, что мы ходим отсидеть определенное время и получить деньги, а именно как служение, мы идем служить своему я, своему профессионализму, мы идем служить своим родным, принести, соответственно, материальные теленные блага в качестве зарплаты, мы идем служить своим коллегам, помогая им в работе, мы идем служить своей компании, мы идем служить своей стране, мы идем служить в итоге мироздания, то это уже получается совершенно другая картина. и через такой именно формат отношения к своей деятельности человек получает снова необходимые объемы благой судьбы. Или даже второй момент, это отношение к физкультуре. К чему? К физкультуре. Да что вы? Да, к внутренней зарядке. То есть мы можем, например, говорить, что ну и ладно, записался в спортзал и достаточно. Ну у меня уже есть абонемент, да, и пусть лежит, когда как-нибудь пойду на следующей неделе. Когда мы понимаем, что нет, мы должны все-таки к своему физическому носителю относиться грамотно, мы должны его беречь, выхаживать, потому что это большой дар. И воспринимать эту обязательную зарядку, обязательное хождение в спортзал или там утренние пробежки именно как служение, то здесь уже опять же идет не только физический плюс, но и накопление благой судьбы. Третье направление накопления заслуг – это милостыня инвалидам, старикам, сиротам, то есть человек… Нождающимся, просящим. Да. Мирозданию не важно, сколько вы даете. Мирозданию важен сам факт, даете вы или не даете. А по вашему мнению как? Вот когда этот вопрос часто поднимается у нас в средствах массовой информации, в том числе, когда люди дают, но при этом еще и об этом рассказывают везде и всюду, или как-то афишируют. В этом случае мироздание, на ваш взгляд, засчитывает эту милостыню или другое отношение? Конечно, засчитывает, но вы совершенно правильно делаете оценку. Но немножечко только. Да, далеко не в тех объемах, каких это было, если человек проявил необходимую скромность, когда правая рука не знает, что делает левая, как говорится, в первоисточниках и так далее. Я думаю, что вы тоже не раз слышали, конечно же, этот вопрос в свой адрес, когда люди спрашивают, хорошо, вот это вот выстраивать взаимоотношения, судьбу, я сейчас буду делать хорошие и добрые дела, думать о всех, ну, стараться, во всяком случае, по-хорошему, но как это возможно сделать, когда что-то происходит не так, не знаю, уволение с работы, или какая-то ссора, кто-то тебя очень предал, подставил, или вызвал на эмоции каким-то образом, то здесь, здесь как поступать? Он сам виноват, и поэтому я должен ему отомстить, ответить тем же самым. А здесь нужно как раз, как можно чаще вспоминать, что, да, конечно, для нас недоступен абсолютно альтруизм, но мы должны хотя бы к нему стремиться, потому что как только мы проявляем какой-то негатив, то мы сразу же получаем слив нашей части благой судьбы. Друзья, это очень серьезная тема, очень интересная, поэтому обязательно оставайтесь с нами, мы продолжим очень скоро общаться с нашим гостем. У нас сегодня Владимир Павлов. Никуда не девайтесь. В нашей студии, студии телерадиоканала «Страна.ФМ» находится основатель квантовой лаборатории, преподаватель образовательного центра «Сити-класс» Владимир Павлов. Мы сегодня разговариваем о судьбе, о том, как можно договориться, и как все-таки самим же себе не портить жизнь, а постараться сделать ее лучше, тем самым делая жизнь лучше и другим людям, окружающим людям. На ваших мастер-классах, Владимир, вы сказали несколько ранее, что разбираетесь с людьми несколько практик, которые помогают как раз в договоре с судьбой. Я бы хотела вас попросить сейчас об одной из них хотя бы рассказать. Понятно, что очень много времени займет, если мы подробно окунемся в этом, но хотя бы в общих чертах, чтобы понять, чтобы не пугало слово «практика» наших зрителей и слушателей. Ну, да, тут действительно бояться совершенно нечего, поскольку при уже глубоком погружении в этот процесс становится неожиданно понятно, что это очень простые практики. Но правильно выстроены в некий алгоритм, они дают совершенно неожиданный эффект такой поддержки, особенно если это делается, а, регулярно, б, конгерентно. Конгерентно, то есть в соответствии чувств мыслям. То есть если мы в процессе практики говорим, что это так, как бы даем такой месседж, такой мысль, мы должны это чувствовать, что да, это так, как иначе. Верить прежде всего, да, самому? Да. Очень в то, что ты делаешь, что будет результат. Да, то есть четко понимать именно ясность и простоту этих практик и верить в эффективность их процессов. А, собственно, сами практики, как правило, состоят из нескольких этапов. На первом этапе человек как бы себя открывает мироздание. Делаются упражнения, которые раскрывают энергетику человека. На втором этапе происходит уже необходимое моделирование на субатом, на пантовом уровне. Но об этом мы во время практики не говорим, а просто как бы это подразумевается для того, чтобы человек не пытался, поскольку сами упражнения более чем простые. И не вызывают никаких подозрений и сомнений. Но они идут на субатомном уровне, поскольку если мы возьмем тот же электронный микроскоп, например, и будем смотреть петели своих тканей, органов, молекулы, атомы, протоны, будем двигаться дальше сквозь ядро атомов, бозоны, фермионы, и еще дальше, то мы обнаружим, что мы с вами являемся в основе своей просто чистой энергии. И вот именно работа на уровне этой чистой энергии, которая, если бы мы могли видеть себя именно как энергию, то мы бы видели, что это огромный высоты и ширины столб. Вот о чем вы говорите, я сомневаюсь, конечно, глубоко, Ну и это понятно, за три часа невозможно это все научиться делать, научиться чувствовать. Я так подозреваю, что люди приходят и не раз на ваши мастер-классы, некоторые, да? И большинство, наверное, потому что, если есть вопросы, есть ли у вас опыт личных консультаций каких-то, частных вот таких? Ну, скажем так, это, скорее всего, в таком формате, что люди, которые после мастер-класса у них появляются вопросы, Они... Еще больше, чем были до этого, скорее всего, так. Ну, когда-когда, да. Вот. Они автоматически получают право обращений в письменном виде, по телефону, или прийти непосредственно в приемную лабораторию, чтобы пообщаться. То есть, да, такое право тут же наших слушателей и наделяем. Вот вы даже смотрите на своих, как это сказать так правильно, учеников, да? Или, как в данном случае, ваших преподавателей, слушателей своих. Вы видите, они уходят изменившиеся после ваших мастер-классов. Ну, к счастью для меня, да, они уходят... Или с большими такими вопросительными знаками в глазах. К счастью, они уходят очень одухотворенные. И более того, те, у кого хватает силы воли, посвящать несколько минут в день, каждый день, для соблюдения вот этого принципа регулярности отработки этих практик, в последующем пишут прекрасные отзывы о том, что действительно то, о чем я их выупреждал, что после первой недели практики к ним придет покой, после второй недели ежедневных практик к ним придет, у них начнет появляться неожиданная информация, ответы на их вопросы. После третьей недели практики в их жизни появятся люди и события, и многие их старые друзья вдруг начнут к ним обращаться, возвращаться и так далее. Люди потянутся, в общем-то, просто говоря. А уже после четвертой недели практик начнут приходить какие-то совершенно неожиданные ресурсы для решения тех или иных задач. И когда люди пишут, что мы не ожидали, что такое количество людей вернется в нашу жизнь, после третьей, четвертой недели практики, и что вообще появится столько неожиданных событий позитивных, то это, конечно, очень приятно. Вот я и хочу вас спросить, вы ради этого годы потратили на изучение всех этих практик и науки, и до сих пор продолжаете это делать? Ради чего? Ваш смысл? Десятилетия. Но на самом деле, сначала, наверное, меня толкало, какие это благие цели обыкновенного любопытства, изучить древнейшие доктрины, изучить ультрасовременные научные дисциплины, а потом, когда между ними начались сопряжения, начались вот эти кротовые новые червоточины, то уже тогда стало понятно, что да, нужно эту информацию донести до людей, чтобы те, кому это интересно, могли ей воспользоваться для своей возможности договориться со своей судьбой. Ну, то есть все-таки помогать людям, так, да, можно попросту сказать, ваше главное? Ну, да, но мне не хочется как бы выставлять себя таким добрым дяденькой, но по большому счету, да, помогать людям это очень приятно. Ну, тем более, когда результат есть, вы же говорите, отзывы такие положительные, и народ идет на ваши мастер-классы. Я очень хочу попросить вас рассказать нам об цикле книг, над которыми вы сейчас как раз работаете, и не только книги, сериалы еще. Это очень интересно. Да, эти исследования, да, и эти лекции, мастер-классы дали возможность говорить о том, чтобы обобщить весь материал в виде книги, и более того, поскольку это не уложится в одну книгу, целого цикла книг. Если сначала он задумывался именно так, нон-фикшн, научно-популярный цикл книг, то стало понятно, что для того, чтобы не сужать аудиторию искусственную, получившись, это будет, скажем так, научно-популярная информация, вплетена в текст художественного произведения, то есть цикл художественных книг, а уже на их основе цикл художественных телесериалов. То есть это будет показана жизнь людей, да, и взаимоотношения, и, соответственно, наказание, там, зателены поступки, да, или наоборот, когда происходит что-то хорошее, положительное, вследствие чего это происходит, да, приблизительно смысл таков, насколько я понимаю. Ну и более того, взаимоотношения людей со своей судьбой и даже с мирозданием. Идёт ли здесь речь прямо о разговоре со своей судьбой, вот на ты, на вы, или как? Или это всё-таки такая некая, ну, тебе не работает. Или иногда позволительно, говорит, ну что же это судьба, злодейка, давай дружить. Да, ну это некое тесное взаимодействие, поскольку с судьбой для того, чтобы договориться, её нужно, а, принять, б, полюбить свою судьбу и признать, что мы можем общаться, мы можем разговаривать, взаимодействовать, но разговаривать, я имею в виду, языком именно практик. И только практик, только просто посесть, поговорить так вечером за чашечкой чая, этого будет недостаточно. Ну, это будет ситуация некого такого разговора с самим собой. Ну, а значит, и с судьбой. Друзья, мы прерваемся очень скоро, продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Владимир Павлов. Будьте с нами. У нас сегодня в гостях Владимир Павлова, друзья. Мы с вами пытаемся хотя бы немножечко научиться договориться со своей судьбой. Если вы являетесь посетителем или, ну, частенько бываете в образовательном центре сити-класса, если вы узнаете о том, что там будет мастер-класс Владимира Павлова, правильно он называется сейчас, договор с самой судьбой, да, вы обязательно постарайтесь на нем оказаться, потому что очень много интересного для себя все равно узнаете. Даже если у вас на первом этапе покажется, что вам, что вы это все и так знали, уже где-то слышали, где-то об этом читали. Я хочу вот что у вас спросить, Владимир. Вы являетесь разработчиком антикризисной технологии бизнеса, антикризисной технологии бизнеса, также создателем медиахолдинга одного из. А о судьбе у вас мысли серьезные появились до этого или в процессе, или после? Непосредственно, если в течение нескольких десятилетий я изучал теорию этого вопроса, через изучение древних доктрин, через культосовременные научные дисциплины, как квантромеханика, нейробиология и другие, то в процессе как раз-таки производственной деятельности стали появляться уже практически наработки, когда стало понятно, что те препятствия, которые возникают по жизни, в судьбе, и откуда они берутся, где их источники, и каковы механизмы преодоления для того, чтобы успешно продолжать двигаться дальше. Ну, потянулись вы к этим знаниям, в том числе еще и потому, что, наверное, может быть, сами успели уже что-то натворить такого в жизни, что стали уже чувствовать груз кармы немножко, что называется. Ну, не только натворить, сколько увидеть четкое следствие, когда свое то или иное неверное поведение по отношению к людям сказывается напрямую совершенно неожиданно и на твоей жизни, и на твоих делах, и на остальных важных компонентах. За годы вашего преподавания, скажите, не наблюдаете ли вы роста людей, интересующихся своей судьбой? Или, может быть, наоборот, сейчас спад? Нет, действительно, рост идет, несмотря ни на что люди тянутся к новым знаниям, и тем более, когда они видят, что наука совершенно неожиданно многими своими достижениями стала не противодействовать теологии, а подтверждать теологические доктрины, то это, скажем так, добавляет еще большего интереса. Когда что-то происходит явно в жизни не то, ну, какие-то, может быть, неприятности за неприятностью, прежде всего, что нужно сделать человеку? Бывает такая, так называемая, черная полоса, да? Когда все валится из рук и просто теряется вера. Что вы советуете в таких случаях, с чего начинать? Ну, во-первых, четко признать, что все в моей жизни заслужено. Ни дядя, ни тетя, а все, что в моей жизни происходит, я сам в нее принес. А это не может быть испытанием, которое надо пройти достойно? Ну, это, конечно, это часть испытания, вот. Но если... Но заслуженного испытания, получается так. Да, но если человек видит, что это уже несколько больше, чем формат испытания, то он уже понимает, что он сам сконструировал эту модель, которая теперь живет. Вот. И, как говорят мудрые монахи, поступить именно как они, сказав, что в моей жизни все заслужено, но молю о милости и милосердии, молю о помощи и защите, вот. И понимаю, что не я главный, не я контролирую, не я управляю, что главное мироздание, оно управляет и оно контролирует. Вот, чтобы не было смешанной ситуации, когда человек вдруг объявляет себя главным, в этот момент начинает смеяться все мироздание, похлопывать его по плечу и говорить, все скорее сюда и идемте, посмотрим на главного. Он сейчас нам покажет, как управлять и контролировать. Вот, чтобы не происходило таких смешных ситуаций. Ну и, конечно же, первую, также в первую очередь, наряду с признанием, что все заслужено и просить о милости и милосердии искренне, да, это изменение, главная цель жизни, как мы говорили. Ну, это как в православии, это раскаяние то же самое, да, осознание этого всего. Ну, это уже недостаточно, наверное, или бывает, что достаточно, чтобы изменить свою судьбу? Нет, деятельно раскаившись и изменив главную цель своей жизни на правильную, да, начнутся позитивные изменения по всем направлениям. Ваш ближайший мастер-класс будет в сети-классе когда? 18 октября. 18 октября. Ну, это практически через месяц, насколько я знаю, там уже заранее, да, можно и билеты приобретать, и, в общем, себя как-то обеспечивать. Нужна ли какая-то специальная подготовка? Не знаю, анализ всей своей жизни, биографию пересмотреть, пролистать накануне? Или поставить перед собой главную цель, задачу, что именно я хочу? Изменить в своей жизни? Ну, конечно, переосмысление и анализ, он, в общем-то, для будущего человека процесс практически ежедневный. Вот. Ну, поэтому какой-то вот специальной подготовки не нужно, а достаточно, если это будет интересно, прийти, послушать, поучаствовать, научиться этим практикам. Ну, и тем самым изменить свою жизнь к лучшему. Да, потому что судьба... До 18 октября еще, в общем, ну, надо даже и дождаться, да, время не так мало, хотя пролетит оно очень быстро. Я бы хотела с Владимиром попросить, ну, дать какие-то простые советы. Пусть для кого-то они окажутся действительно совсем простыми, а кто-то, возможно, услышит и задумается над своей судьбой, что-то пересмотрит. Ну, нужно никогда не забывать, что законы судьбы действуют очень четко и везде. Мы живем ведь не во вселенной хаоса, наоборот, мы живем во вселенной абсолютного порядка, где действуют очень понятные правила. Поэтому, поскольку мироздание оценивает нас и воздает нам по заслугам, исходя из критерия наших отношений, как мы относимся к людям, насколько мы деликатны, насколько мы тактичны, насколько мы добры, и самое главное критерий, сколько в наших действиях, словах, в наших чувствах любви. Или, наоборот, нелюбви. И в зависимости от этого мы получаем либо заслуги, либо антизаслуг. И поэтому нужно, конечно, четко следить за собой. И пусть это будут маленькие дела поначалу, маленькие слова, маленькие мысли, маленькие чувства, но в их основе должна быть любовь и доброта. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы ждем с нетерпением ваши книги, с удовольствием будем читать. Ну, а у кого будет возможность, значит, зрители и слушатели, конечно, обязательно отправятся в образовательный центр «Сити-класс» и 18 октября посетят ваш мастер-класс. Владимир Павлов был у нас в гостях, друзья, основатель квантовой лаборатории и вот преподаватель «Сити-класс». Спасибо большое. Всегда вам будем рады. Спасибо большое. И спасибо еще раз. Очень много хорошего, важного, мне кажется, сегодня прозвучало в нашем эфире. Спасибо большое. До новых встреч. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.